Креатин Друзья, спасибо всем вам за поздравления. Да, мне исполнился 41 год, чувствую себя прекрасно, продолжаю тренироваться в спортзале, играть в хоккей, развивать бизнес и надеюсь, что радовать вас своими статьями и видеороликами. Совершенно, кстати, бесплатно. Какой вопрос интересует сейчас современную молодежь в основном? Это стоит ли принимать какие-либо транспортные системы креатина или моногидрат? Ответ, конечно же, прост. Моногидрат креатина – лучшая добавка, которую вы можете купить и использовать. Вот как выглядят препараты, которые имеют транспортную систему креатина. Но на самом деле это всего лишь брендовый ход. И те деньги, которые вы потратите на такой препарат, не стоят этих денег. На самом деле этот препарат не стоит этих денег. Во-первых, креатин-моногидрат будет ничем не хуже, а зачастую даже и лучше. Нужно просто знать и понимать, как его принимать. Нужна ли фаза загрузки? Да, друзья, большинство специалистов и сам лично я, когда раньше принимал креатин, убеждался, что если вы в течение первых 5 дней будете принимать его по 20 грамм, а затем по 10, даст более ярко выраженный результат. Но не забывайте, друзья, для того, чтобы креатин хорошо работал и усваивался, необходимы два правила. Во-первых, принимайте его с бананом, либо со стаканом воды, разведенным в ней одной чайной ложки сахара. Да, креатин лучше всего усваивается с чем-то сладким, с быстроуглеводным. И вот, что на самом деле такое транспортная система креатина в препаратах с транспортной системой. Вы можете просто, легко и дешево заменить ее бананом. И второе, что необходимо делать, второе правило, это пить много воды. Креатин работает как раз-таки за счет того, что задерживает воду и многое вода из этого держится в суставах. Кстати, для тех, кто имеет какие-то проблемы легкие с суставами, тоже я бы рекомендовал принимать креатин. По этой аналогии он действует практически как стероид. И, конечно, не так ярко выражен, но креатин это тот препарат, который вы можете реально почувствовать. В отличие от большинства других, да, что говорить, греха таить, от всех других препаратов. Несмотря на то, что витамины шикарно действуют, мало кто из вас почувствует изменения, особенно если вы покупаете российские витамины в своем организме. Даже БЦАшки мало кто чувствует из-за этого, говорит, что они не работают. Но БЦА работает, вы все это прекрасно знаете, кто смотрит мой канал. Это доказано медициной, практикующей медициной. И этот вопрос уже закрыт. Другое дело, умеете вы принимать БЦА, знаете ли, как их принимать, в каких дозировках. И с каких дозировок они начинают работать. С креатином все проще. Принимайте его курсами 3-4 раза в год. Вот, делайте обязательно перерыв. И если вы думаете, что можно набрать необходимую дозу креатина с нормальной пищей, то скажу вам, что вот в мясе, к примеру, больше всего содержится креатина. Чтобы получить 5 грамм. Креатина. Нужно съесть 20 килограмм мяса. 5 грамм креатина, 20 килограмм мяса. Способны вы на такое и стоит ли так издеваться над собой, решать, конечно же, вам. Не покупайте креатин с транспортной системой. Покупайте простой креатин моногидрат. Желательно без красителей, без каких-либо добавок. И обязательно в порошке. Порошковый вариант самый выгодный с точки зрения цена-качество. Помните об этом, друзья. Всегда следите за техникой. Будьте здоровы. Пишите мне вопросы в комментариях. Либо в личку. На моем сайте hmgym.ru Пишите только отзывы и предложения. О том, о чем какой ролик вы хотели бы увидеть. И о том, помогла или не помогла вам та или иная информация из моих видео и статей. Увидимся в тренажерном зале. Всем пока. Удачи. Берегите себя. 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 Продолжение следует...